Утба ибн Газван. Утбе ибн Газвану в исламе принадлежит особое место. Умар ибн-аль-Хаттаб. После вечернего намаза повелитель правоверных Умар ибн-аль-Хаттаб удалился в свою опочивальню, чтобы немного отдохнуть перед ночным обходом города с часовыми. Однако сон никак не шел к халифу, так как в донесении, поступившем к нему с последней почтой, говорилось, разгромленные мусульманами армии персов всякий раз накануне окончательного поражения получают отовсюду подкрепления, восстанавливают свою безопасность и возобновляют боевые действия. В донесении также говорилось, главным источником снабжения разгромленных войск персов военным снаряжением является город Абилла. Халиф принял решение направить войска для покорения Абиллы, а также с целью ликвидации этого источника снабжения персов. Однако Умар столкнулся с проблемой нехватки войск для выполнения этой задачи. Это объяснялось тем, что все мужское население, включая юношей и стариков, уже находились в дальних боевых походах во имя Аллаха, а в самой Медине у Умара оставался лишь небольшой отряд. Тогда Умар решил прибегнуть к испытанному характерному для него методу. Суть этого метода заключалась в том, чтобы компенсировать недостаточную численность войск силой их командира. Задумавшись, Умар начал перебирать в уме одного за другим своих военно-начальников и внезапно его осенило. «Я нашел его!» «Да, я нашел его!» Укладываясь в постель, он говорил себе. «Это настоящий муджахид, участвовавший в битвах при Бадре, Ухуде, в битве Урва и других сражениях. Он прекрасно проявил себя в сражении Аль-Ямама. Его меч неотразим, а стрелы не знают промаха». Он был участником обоих переселений в Эфиопию и Медину, а также седьмым человеком из тех, кто первыми приняли исламскую веру на земле. Когда наступило утро, Умар распорядился. «Призовите ко мне Удбу ибн Газвана». Когда Удба явился, халиф вручил ему знамя командира отряда мусульман, в котором насчитывалось немногим более трехсот человек. При этом Умар пообещал при первой же возможности выслать подкрепление. Когда небольшая армия мусульман была готова выступить в поход, проводить ее пришел Аль-Фарук и обратился к Удбе с напутственным словом. «О Удба, я отправляю тебя в поход на Абиллу, которая является одной из вражеских цитаделей. Я молю Аллаха, чтобы он помог тебе сокрушить ее. Когда ты достигнешь Абиллы, призови ее население к религии Аллаха, отпускай с миром того, кто примет ее, а с того, кто откажется беречь жизью, за малолетних и находящихся в подчинении. Если же они откажутся от первого и от второго, то беспощадно сражайся с ними и бойся Аллаха, о Удба, в том деле, которое тебе поручено. Остерегайся в пасть, в заносчивость, ибо это сильно навредит тебе в будущей жизни. Всегда помни, что ты стал сподвижником посланника Аллаха и тем самым Аллах возвысил тебя после унижения, дал тебе силу после слабости. Сейчас ты стал властным руководителем и военно-начальником, которому подчиняются люди. Когда ты говоришь, то тебя все слушают, а когда повелеваешь, все выполняют твой приказ. Насколько же велико это благо, если им не злоупотреблять и не поддаваться искушению власти, так как это может привести тебя в ад. Да избавит Аллах тебя и меня от этого. Вместе со своим отрядом, женой и пятью другими женщинами и женами воинов и их сестер, Удба ибн Газван двинулся вперед, пока не достиг местности, покрытой густыми тростниковыми зарослями недалеко от Абиллы. Пока отряд продвигался к Абилле, продовольствие кончилось. Когда голод усилился, Удба приказал нескольким людям, идите и попытайтесь разыскать здесь какой-нибудь еды. Люди отправились на поиски съестного и с ними произошла любопытная история, которую рассказывает один из очевидцев. Разыскивая во всей округе какую-нибудь еду, мы попали в густую рощу, где обнаружили две корзины. В одной из них были финики, а в другой какие-то белые зерна, покрытые желтой кожурой. Мы взяли с собой обе корзины и принесли их в наш лагерь. Увидев корзину с зернами, один из воинов сказал, это яд, который подбросил нам враг, не прикасайтесь к этому. Тогда мы взялись за финики и принялись их есть. В это время чей-то оторвавшийся конь приблизился к корзине с зерном и начал его есть. Клянусь Аллахом, мы тут же захотели его зарезать и съесть мясо, пока он не подох от яда. Однако хозяин коня возразил, не трогайте его, я буду эту ночь рядом с ним, и если увижу, что он издыхает, то сам его зарежу. На следующее утро мы обнаружили коня в полном здравии, без каких-либо признаков отравления. Тут ко мне обратилась моя сестра и сказала, послушай, брат, отец говорил, что яд, становится безвредным, если отравленный продукт приготовить на сильном огне. После этого она насыпала неизвестных зерен в горшок и развела под ними сильный огонь. Вскоре она воскликнула, идите сюда быстрее, посмотрите, как потемнели зерна. Сестра начала очищать коричневую кожуру и вынимать белые зерна. Затем мы собрали все зерна, высыпали на большое блюдо, чтобы их съесть. Удба сказал нам, помяните имя Аллаха и ешьте это. Испробовав зерен, мы обнаружили, что они чрезвычайно вкусны. Вскоре после этого мы узнали, что этот злак называется рисом. Абилла, к которой направлялся Удба ибн Газван со своей небольшой армией, представляла собой город-крепость на берегу Тигра. Персы сделали этот город своим арсеналом, а на его крепостных башнях установили наблюдательные посты, чтобы следить за передвижениями своих врагов. Однако малочисленность войска и его слабое вооружение не помешали Удбе покорить эту крепость. Всего в его отряде насчитывалось не более 600 воинов, которых сопровождала небольшая группа женщин, а из оружия у них были только мечи и копья. Поэтому было совершенно необходимо использовать всю силу ума. Изготовив для женщин флаги, Удба привязал их к копьям, а затем приказал им идти за своей армией. Он также сказал женщинам, «Когда мы приблизимся к городу, как можно сильнее поднимайте пыль, чтобы она стояла в воздухе». Когда отряд Удбы подошел к Абилле, то к ним навстречу вышли воины персов, которые заметили войско своего противника. Увидев многочисленные флаги, развивающиеся в тылу отряда, и огромное количество пыли в воздухе, они сказали друг другу. Впереди идет авангард, а за ним двигается в тучи пыли огромная армия. Нас же в крепости очень мало. В сердца персов закрался страх, и смятение охватило их. Они срочно начали собирать все самое легкое и ценное, а затем устремились к своим кораблям, стоявшим на якоре на тигре, и обратились поспешно в бегство. Не потеряв ни одного из своих солдат, Удба вступил в Абиллу. После этого он покорил все окрестные города и села. В этом походе Удба захватил с трудом поддающееся учету количество трофеев, что превзошло все ожидания. Когда один из воинов Удбы вернулся в Медину, люди спросили его, «Ну как там положение мусульман в Абилле?» «О чем вы спрашиваете?» – воскликнул воин. «Клянусь Аллахом. Когда я оставил их, они и золото, и серебро отмеряли целыми мешками». После этих слов многие устремились в Абиллу. В такой ситуации Удба ибн Газван счел, что пребывание его солдат в покоренных городах приучит их к легкой жизни и сделает их нравственность такой же, как и у жителей этой страны, что ослабит их решимость продолжать боевые действия. Поэтому в своем послании к Умар ибн-Хаттабу, Удба попросил его разрешения приступить к строительству Аль-Басры, подробно описав выбранную для строительства местность. Умар дал свое согласие на это строительство. Спланировав новый город, Удба прежде всего возвел главную городскую мечеть. В этом нет ничего удивительного, поскольку именно ради этого Удба и его соратники выступили в поход во имя Аллаха. Именно благодаря этому месту поклонения Удба и его воины добились победы над врагами Аллаха. После этого все воины начали делить между собой землю и строить дома. Однако сам Удба не стал строить собственный дом, а продолжал жить в простой палатке, поскольку начал вынашивать новый замысел. Удба заметил, что мирские блага так сильно подействовали на мусульман в Басре, что они начали забывать самих себя. Его люди, которые еще совсем недавно не знали лучшей пищи, чем сваренный с шелухой рис, вкусив персидских кушаний, вроде медовой пастилы, миндальных пирожных и других деликатесов, слишком пристрастились к ним. Удба начал испытывать серьезные опасения за свою религию. Он испугался, что мирская жизнь возобладает над жизнью будущей. Собрав людей в мечети Аль-Куфы, Удба обратился к ним с проповедью, в которой сказал «О люди, мирская жизнь приходящая и близка к своему завершению. После нее вы переместитесь в обиталище вечной жизни. Так вступайте же в нее с вашими добрыми делами. Я был седьмым из первых семи мусульман вместе с посланником Аллаха, и нашей пищей были листья деревьев, отчего на наших губах образовывались язвы. Однажды найденный плащ мне пришлось разорвать на две части и поделиться с Саадом и Банабу Ак-Касом. В половину плаща завернулся я, а в другую завернулся Саад, а сегодня среди нас я вижу, что каждый чувствует себя наместником одной из провинций. Упаси нас, Аллах, быть великими в собственной душе и маленькими у Аллаха». После этого, назначив старшего среди них, Удба попрощался со своими людьми и направился в Медину. Придя к Аль-Фаруку, Удба попросил у него разрешения сложить с себя обязанности наместника Басры. Но халиф не разрешил ему этого. Как Удба не настаивал на своей просьбе, халиф был непреклонен и повелел ему возвращаться в Басру. С большой неохотой Удба подчинился приказу Умара. Усаживаясь на верблюдицу, Удба приговаривал «О Господь мой, не позволь мне вернуться в Басру». «О Господь мой, не позволь мне вернуться в Басру». Аллах внял его мольбе, так как недалеко от Медины его верблюдица споткнулась и Удба рухнул на землю, расставшись с жизнью.